физкульт привет друзья и ученики многие интересуются куда подевалась эбигал девочка которую я тренировал почему я перестал ее тренировать на самом деле она никуда не девалась тренировал я ее два месяца перестал я ее тренировать по той причине что у нас с ней была договоренность что я тренирую ее подготавливаю к определенным соревнованиям но в какой-то момент она решила не выступать на данных соревнованиях и естественно я перестал ее тренировать какое-то время она тренировалась самостоятельно не знаю что было дальше она пропустила соревнования которым мы готовились пропустила соревнования которым она говорила что выступит позже скажу сразу соревнования которым я ее готовил были очень серьезными соревнования на которых она собиралась выступить были, конечно, гораздо ниже по рейтингу и являлись, по сути, городским чемпионатом, где 2-3 человека выступают, тем более в ее категории бикини. Она продолжала тренироваться, были у нее какие-то проблемы со здоровьем, какая-то травма ноги, я видел в Инстаграм, какое-то время она не тренировалась. Потом она вернулась к тренировкам. Должен сказать, что девочка, она действительно очень целеустремленная, очень тяжело тренируется, не каждый парень так тренируется, соблюдает вопросы диеты, то есть ее питание очень строгое, грамотное. Конечно, в жизни, как и у любого человека, много проблем с работой, тем более молодые американцы постоянно меняют работу, ищут лучшую работу с жильем. Но, тем не менее, она продолжала тренироваться, и недавно выступила на соревнованиях, где в своей категории заняла первое место. В абсолютке она стала второй. Действительно, за 2 месяца, что мы с ней тренировались, ее форма кардинально изменилась. Мы добавили очень сильно ей в ягодичных, в бицепсе, бедер, что не сказалось, естественно, на ее выступлении. Также я позаботился о том, чтобы ей поставили программу. До этого она, естественно, нигде не выступала. И девочка, которая тренировала ее именно в прозировании, а позирование очень важно, как в бодибилдинге, так и в бикини. Несмотря на то, что кажущаяся простота, простота действительно должна быть в движении, легкость. Кто выступал или кто готовился к соревнованиям, понимает, о чем я говорю. Тем не менее, подготавливала ее девушка, чемпионка НПС, тоже бесплатно. Все проходило в нашем зале. И убеждаюсь уже в который раз, что то, что бесплатно, не ценится. Но девушка, которая ее готовила, это очень известная спортсменка. Выступает в категории бикини. Ну, не в ФБА, в другой федерации. Федерация, которая пропагандирует себя, как нестероидную федерацию. Эбигил молодец. Показала, что может, но действительно она была готова уже выступать и на Европу. Орландо, куда я ее готовил. К сожалению, она там не выступила. Пошла по более легкому, более слабому пути. Но мы желаем ей успехов в дальнейших тренировках, выступлениях. Также, конечно, чтобы обходилась без травм. Хочу заметить, что многие инструктора здесь, даже опытные, на мой взгляд, дают упражнения неграмотно, не следят за техникой своих подопечных, что приводит, естественно, к травмам. Пусть не сразу, но в ближайшей перспективе точно. Берегите себя, тренируйтесь, будьте благодарны тем, кто делает вам добро. И, конечно, всем позитива, счастья и здоровья.